В минувшую субботу 13 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялись отчётные внутриклубные соревнования отделения тяжёлой атлетики. Спортивные состязания собрали лучших юных спортсменов клуба, которые продемонстрировали свои навыки и достижения в тяжёлой атлетике. Для многих участников это событие стало важным этапом в их спортивной карьере, позволив не только испытать свои силы, но и получить ценные советы и оценки от профессионалов. Под руководством Дмитрия Капустина тренера с многолетним опытом молодые атлеты проходят интенсивную подготовку, направленную на развитие силы, выносливости и технической грамотности. Его тренировки отличаются высоким уровнем дисциплины и индивидуальным подходом к каждому спортсмену, что позволяет добиваться значительных успехов на соревнованиях различного уровня. Сергей Александрович тренирует ребят третий год. За это время результаты у юных тяжелоатлетов растут, есть разряды, даже взрослые. Спортсмены регулярно ездят на соревнования. В этом году они побывали в Заволжске, дважды в городе Рыбинске Костромской области, где завоевали два первых командных места с ребятами возрастных категорий 16-17 лет. Сам занимаюсь этим видом спорта уже третий год, конкретно тяжелоатлетикой. До этого мой отец Капустин Александр Константинович занимался этим, был мастером спорта, то есть тоже вел секцию. Вот в этом зале мы сейчас тренируемся. Администрация нам помогает всячески. Прикупили нам новое оборудование, помосты, то есть развиваемся. В данный момент секцию посещают порядка 20 детей от 9 лет до 17. Также, когда начинали два года назад с одним из воспитанников этой школы, ездил в Москву, он выполнил результат мастера спорта в России. Это Ситника Сергея. То есть он раньше занимался в детской, ну, ребенком в школе. И ездили, свозили, подготовили, выступил, стал мастером спорта. То есть вообще в Фурманове за последние 5-7 лет порядка четырех уже мастеров спорта по тяжелой атлетике есть выпущены. И спортивная детская школа, только они уже защищали свой результат в зрелом возрасте, там сами уже тренировались. Особую значимость мероприятию придало участие Сергея Александровича Чеснокова, президента Ивановской областной федерации тяжелой атлетики, мастера спорта, который выступил на мероприятии в роли главного судьи. Имя его широко известно в спортивных кругах. Его присутствие и оценка служили дополнительной мотивацией для участников, стремящихся показать свои лучшие результаты. В настоящее время тяжелая атлетика в нашей стране переживает не очень трудные времена. Нас отстранили от международных стартов, но несмотря ни на что делаются все усилия, чтобы наш вид спорта развивался во всех регионах нашей страны. И соответственно не исключение это составляет именно на Фурмановской земле. Отделение тяжелой атлетики на Фурмане очень молодое. Оно организовано недавно. И мы познакомились с Дмитрием Александровичем. Это тренер-преподаватель, который собрал вокруг себя детей. Он энтузиаст. Именно на нем сейчас в настоящий момент держится здесь этот вид спорта. И ему хотелось бы слова благодарности высказать. Также слова благодарности хотелось бы высказать это в адрес руководства администрации района, которое очень-очень сильно помогло в этом году. Приобрели инвентарь, очень дорогой инвентарь, который помогает и будет в дальнейшем помогать и осуществлять подготовку спортсменов разного уровня. Как известно, соревнования крайне важны для спортсмена. Они являются не только способом выявления победителя, но и важнейшим средством подготовки спортсмена о совершенствовании спортивного мастерства. Это объясняется тем особым эмоциональным и физиологическим фоном, который усиливает воздействие физических упражнений и может способствовать максимальному проявлению функциональных возможностей организма. Так один из участников состязания, Расул Мустафаев, установил свой собственный рекорд. Пошел я сюда, потому что мне предложил мой папа. Он мне предложил пойти, потому что в тяжелатлетике был набор. До этого я ходил в самбо. Но когда я ходил в самбо, и там были соревнования, я не получил таких эмоций, как с тяжелатлетики на соревнованиях. Я рада, что я сегодня поднял впервые 30 килограмм. Я поднимал 30 килограмм, но только с коленок. И то только один раз. Но я очень рада, что побил свой сегодняшний рекорд. Свои собственные. Да, собственный рекорд. Ну а самыми активными болельщиками, конечно же, были родители. Как отец я горд, то, что сын выбрал. Силовой вид спорта. Все-таки олимпийский вид спорта – это очень хорошее дело. Вообще спорт, он облагораживает молодежь. Как мы знаем, форма в территории спорта. Это, во-первых, дисциплина. Здоровье. И родителям радость. Когда сын достигает каких-то успехов. Такие мероприятия способствуют укреплению спортивного духа, повышению уровня мастерства и популяризации тяжелой атлетики среди молодежи. Ну а ребята, показавшие лучшие результаты, были отмечены медалями и грамотами. Светлана Баварская, Толюс Гринкас, телеканал Формулаф ТВ. И как мы сейчас приезжаем? Во-вот репgado спорта. э повсюста, в наших маленьких ум don. Продолжение следует...